Война застала её семью в деревне Ходьково Калужской области. Валентине Фёдоровне было всего полтора года. Все думали, что дня три-четыре побудет немец, да уйдёт. А он же на Москву-то шёл, шёл на Москву, то наступит его, отбросят, то наступит, то отбросят. Когда в 1942 году остались старики, дети, прятаться мы стали в подвалах. А он на немец идёт, в подвал бросит гранату. Уже потом не стали прятаться так. Валентину семьёй отправили в ДУЛАК-142. Это один из самых крупных нацистских лагерей на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. Концлагерь был создан в деревне Подбрянском в 1941 году. Туда сгоняли советских военнопленных и мирных жителей. Впоследствии заключённых угоняли на принудительные работы в Германию. Выстроили все. Хозяин какой пришёл. Вот это, 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 это. Мне, а тот другой. Мне, мне. Ну и вот работали на этой, они на поле. Постоянный страх, голод и надежда на спасение. Миллионы граждан Советского Союза прошли через фабрики смерти. А каждый пятый узник был ребёнком. Сейчас людям, которые тогда смогли выстоять и выжить не меньше 80 лет. Мы чтим память погибших и выражаем благодарность и искреннее восхищение выжившим за мужество и стойкость духа, волю к победе и жизни. В эти дни во всём мире поздравляют тех, на чью долю выпали эти страшные испытания.